ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди отделений клиник Хадаса в Сколково, оборудованных на уровне лучших мировых клиник, особое место занимает отделение эндоскопии. Здесь все сделано с учетом современных требований и стандартов. Если вы посетили здесь эндоскопическое отделение, то оно делалось израильскими архитекторами в тесном сотрудничестве с российскими гастроэнтерологами, японскими гастроэнтерологами. И вот схема расположения отделения, порядок движения пациентов, схема движения врачей, оно сделано как нельзя лучше. Будем говорить, это одно из лучших архитектурных решений в настоящее время в мире по удобству. Оборудование стоит замечательное, но, понимаете, можно построить здание, можно поставить дорогущую технику. Но самое главное, здесь должны работать высококвалифицированные врачи. Проект Stand Up, Standard Top Up GI Endoscopy, посвящен качеству обследования пациента с заболеванием верхних отделов желудочно-кишечного тракта. У нас есть еще один проект в параллели, это Quacol, Quality of Colonoscopy. И это такие учебные программы, в рамках которой собираются гастроэнтерологи, эндоскописты, хирурги, анестезиологи, морфологи. И это такой мультидисциплинарный подход к проблеме, благодаря которому мы, собственно говоря, учим врачей тому, как должна правильно проходить процедура, как врачи должны между собой общаться, какую информацию они должны получать. Почетный гость Сколковской конференции «Стандарты качества диагностики и терапии заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта» профессор университетской клиники города Лёвен в Бельгии ознакомил участников с европейскими рекомендациями по выполнению эндоскопического исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Сегодня я имею удовольствие быть здесь, на конференции «Стендап», и это на самом деле очень важно. В нашем европейском обществе гастроэнтерстинальной эндоскопии мы стремимся стимулировать и повышать качество эндоскопии повсеместно, заботясь о пациентах, которым предстоит это обследование. Одна из форм эндоскопии – гастроскопия, и здесь предстоит много сделать, потому что до недавнего времени не было четких стандартов, которым нужно было следовать при этом обследовании. Мы очень рады, что Россия занимает здесь передовые позиции, и что европейское общество гастроэнтерстинальной эндоскопии может делиться новостями с российскими коллегами. Наша общая задача – повышать качество такой эндоскопии при снижении ее стоимости и вероятности нежелательных последствий. Программа конференции была составлена с учетом тех вопросов гастроэнтерологии, которые чаще всего задают пациенты своим врачам. Конференция, может быть, носит такой уклон освещения, больше рефлюксной болезни, заболеваний пищеводов, тяжелых заболеваний, которые с каждым годом все нарастают, это отмечается по всему миру, поэтому такая конференция, конечно, очень полезная. Значительное место в программе однодневной конференции было уделено разбору клинических примеров с акцентом на сложности диагностики заболеваний пищевода. К сожалению, в нашей стране такие важнейшие области медицины, как, например, эндоскопия, которая является во всем мире двигателем прогресса в медицине и передовой, безусловно, отраслью, эта область медицины очень субъективна, и врачи-эндоскописты пользуются различными описательными терминами в виде абсолютно одно и то же образования. Поэтому мы сегодня очень много говорим об объективизации исследований, о введении специальных стандартов, как в описательной части, так и в лечебной части, для того, чтобы мы вместе с гастроэнтерологами говорили на одном языке, и введение таких стандартов позволит повысить качество проводимых исследований, качество лечебных мероприятий, и, конечно, будет влиять на безопасность проведения сложных диагностических и лечебных манипуляций. Важность взаимодействия гастроэнтеролога и эндоскописта – один из ключевых вопросов. В выступительном слове я сказал о том, что, с одной стороны, врачевание – это искусство, с другой стороны – это технология. По большому счету, это интеграция искусства и технологии, есть вещи, которые отработаны с схемой терапии, принципы диагностики. Они должны неуклонно соблюдаться, и для этого нужно повышать квалификацию врачей и требовать соблюдение этих стандартов. С другой стороны, есть место и искусству, потому что есть ситуации, когда ряд заболеваний у одного пациента, пациент получает уже ряд препаратов, и возникают проблемы лекарственных взаимодействий и так далее, и тут уже врач должен принимать решения, исходя из своего опыта, ну и, конечно, знаний, литературы и стандартов. Поэтому вот такая интеграция, такое междисциплинарное обсуждение, как сегодня было, где были и гастроэнтерологи, и эндоскописты, сближает нас. Наверное, вот такая спайка гастроэнтеролога-эндоскописта ведет к тому, что мы формируем то, что вообще во всем мире делает гастроэнтеролог, который и клиницист, и диагност. У нас это не так, но вот такая совместная работа приближает нас к этим мировым стандартам. Регулярное проведение образовательных и научно-исследовательских программ – одна из целей клиники Хадаса. И теперь наши врачи, руководители клиник и медсестры смогут повышать свою квалификацию, не покидая Россию, а московские больницы получат доступ к новейшим технологиям.